Привет, с вами Виконста. Сейчас мы отправляемся в Мисхор. Вышел я на Нижнем Мисхоре. Идем на пляж. Вот такой рынок. Черешня по 150, персики 150. Это клубника крымская? Крымская. Малина по 350, помидоры по 120. Сок гранатовый. Идем вниз на пляж. Ступеньки крутые, поэтому будьте внимательны. Видите, везде вас окружает горный серпантин. Опять-таки мы находимся в горах. И море находится, соответственно, внизу. Поэтому путь нам предстоит, конечно же, легкий. А вот когда подниматься назад, то, конечно, уже чуть-чуть посложнее будет. Чувствуется уже соленый запах воздуха. Все уже идут с пляжа, но мы на пляж. Посмотрим количество отдыхающих. Ну и пройдемся по набережной. Здесь расписание, работы пляжа, данные. В общем, вся информация на входе. Видите, с левой и с правой стороны здесь будет такая набережная. И она будет идти аж до самого конца. Слушайте, но отдыхающих очень много. Несмотря на то, что время, сейчас уже скоро все будут собираться. Вода здесь чистая. Берег пологий. Спуск в воду более-менее нормальный. Мне кажется, в самой Ялте более обрывистый. А так, конечно, отдыхающих хватает. Шезлонги. Ну, набитые доски. Здесь можно вон так же позагорать. Без солнца только. Спасатели сидят, наблюдая за обстановкой. Давайте сейчас здесь пройдемся. Галька здесь хорошая. Но опять-таки, будет больновато ходить просто голыми ногами. Вообще, можно вот такие кеды маленькие купить, которые предназначены чисто для купания. И ходить. Вот пляж. Вода чистая, прозрачная. Медузы плавают. Хотя их немного, но плавают. То есть, смотрите по прозрачности. Сейчас чуть дальше зайдем. Я вам покажу. Смотрите. Ну, видимость хорошая. Вон, рыбки плавают. Если вам видно, конечно. Ну, а так, отдыхающих хватает. Опять, смотрите, для комфортного времяпровождения желательно поменьше людей. Поэтому тут смотрите сами. Давайте сейчас на ту сторону как раз перелезем. Пляжи здесь небольшие, но вместительные, как видите. Очень много камней, поэтому нужно быть аккуратным и внимательным. Смотрите под ноги, прежде чем идти в море. Так, ну, в принципе, здесь то же самое. Только чуть побольше камней. Также есть спуск для колясочников. Ну, здесь, как обычно, можно купить принадлежности для купания. Переодеться. Горячие чебуреки. Молочный коктейль. 100 рублей. Сидор по 100. Квас по полкиненьку. Смотрите, какая глубина и как все вида. И вот медузы. Кстати, здесь также можно арендовать катамаран. Ну, и, соответственно, покататься. Что-что? А в 7 утра вообще видно. Понятное дело. В 7 утра приезжай, снимаем у русалки. Да я пораньше приехал туда в Семи Ис. Там вообще никого не было. По дороге как раз заехал. Идем дальше. Вот, кстати, кому интересно, цены в кафе. Завтраки. Салаты, холодные закуски. Ну и все остальное. Здравствуйте. Вам подсказать что-нибудь? Нет, спасибо. Просто интересуюсь. Ну, кому интересно, на паузу, если что, нажмете. Потом увидите все расценки. Ну, и так скажу, здесь подешевле будет, чем в той же Ялте. И вообще старайтесь продукты покупать не на набережной, а в каких-то отдаленных местах. То есть какие-то популярные супермаркеты, магазины, которые находятся вдали от прибрежной линии. Потому что здесь цена будет максимальная. Ну, вот наблюдательный пост. И еще один пляж. Мисс Хорф. Эти большие валуны валяются. Знаете, такой есть прицеп на колесах резиновых. И его тянули вот так. И привозили сюда лодки, яхты, катамараны. В общем, много чего. Выходим в сторону автостанции. Поднимаемся. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, и, конечно же, пишите комментарии. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok